Вы смотрите город новостей, продолжим выпуск. Вячеслав Горецкий продолжает проводить рейды по весеннему кунгуру. Что возмутило его сегодня и какие проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве города он обнаружил, узнаете прямо сейчас рубрика мелочи жизни в эфире. Порой некоторые мелочи в нашем городе уже практически незаметны глазу, так сказать, замылились, но их с удовольствием подмечают туристы нашего города. Находимся мы сейчас в самой ширине есть исторической части, напротив здания администрации. Здесь стоит дом по улице Советская, но вот систему водостока с крыши здесь решили доработать вот таким вот образом. Если вы не понимаете, что это, я скажу, это старый шланг от канализационной машины, через который в свое время собирали канализацию, а теперь этот резиновый рукав служит для отвода воды с крыши дома, на полянку. Сделано с одной стороны это не зря, ведь вода не течет под ноги пешеходами, соответственно, ходить здесь не так скользко. Ну, а если присмотреться и задуматься, как это может выглядеть в самой исторической части города, то невольно вызывается улыбка. На лицах туристов я заметил усмешку и слышал замечание. А неужели нельзя было трубу сделать сразу же с этой стороны? Как бы то ни было, подобные вещи действительно вызывают улыбку. Я очень надеюсь, что в год экологии, когда к нам приедет множество туристов, а также как центр культуры Пермского края, подобное исчезнет с лица нашего города. На улице весна, прекрасная пора, текут ручьи и тает снег, постепенно обнажая кунгурский ландшафт. Мы находимся возле дома по улице Пролетарская, 143. И то, что открывается здесь взгляду, трудно описать словами. Сказать, что это свалка, ничего не сказать. Сказать, что это заброшенная помойка, наверное, тоже слишком мягко сказано. Это просто настоящий коммунальный беспредел, который либо не вывозят из-за того, что за него не платят, либо из-за того, что это просто нафиг никому не надо. Прошу прощения за мой французский, но по-другому язык не поворачивается назвать то, что мы здесь увидели. И все это, судя по всему, мусор буквально от одного многоквартирного дома. Судя по объему, мусоросборочные машины здесь не бывало, наверное, уже вот уже несколько месяцев. А на дворе весна, тает снег и текут ручьи. И очень скоро эта замерзшая куча превратится в настоящую биологическую бомбу замедленного действия. И мелочь эта никоим образом не красит наш город в год экологии.